Генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005-2010 года. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Доброе утро. Приветствую вас на Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, давайте сначала о фронтах, ваша оценка того, что происходит, и после перейдем уже к более широким темам. Что на фронте? Ну, в первую очередь, мы видим, что враг пытается решить задачу захвата ряд новых рубежей. Путин ставит конкретные цели, чтобы к выборам уже пройти ряд направлений. Это, конечно, Авдеевская. Ну, была задача такая, идти по плечам, так сказать, уже, как они считали, отступающих войск наших вооруженных сил, и дальше захватывать территории. Но мы сделали маневр, вышли на исходные позиции. Вот враг пытается и дальше пробивать, считая, что у нас уже нет достаточно мощных укрепрайонов. Но мы не только удержали позиции, ну, например, мы говорим, Тоненкина, вот, или Первомайская, вот, как раз в этом секторе, сманеврировали в некоторых местах, отошли по ряду позиций на 500-600 метров, но укрепили позиции и нанесли контрудары. Даже третья штурмовая и другие бригады провели несколько таких успешных операций, уничтожили большое количество противника. Конечно, враг теперь пытается нарастить усилия новые, потому что не получилось тот стратегический задум, который был. Вот, теперь мы в тяжелых боях, но уничтожаем противника в этом регионе и наносим контрудары с флагов. Это очень сейчас важно, чтобы именно нестандартно, не только по фронту, но и в других точках мы нанестили неожиданные для врага удары. Я думаю, что такая тактика в тяжелых боях, она всегда оправдывает, потому что даже когда враг имеет больше сил и средств, особенно боеприпасов, мы сейчас бьем точечно или неожиданно для врага. Но там очень сейчас жарко и выполняется задача движения дальше, потому что с этого сектора предполагается дальнейшее развитие наступления по всей Донецкой области. Так же самое, как и по Ноопаловке. Движения практически минимальные врага, там где-то несколько десятков, ну сотен метров, но сейчас создали очень мощный мывал обороны, противостоим, да, превышающим силам противника, но и уничтожают очень большие резервы их. Даже это направление вместе с Авдеевским, мы помним только за вчерашний день, что уже более 500 человек противника. В целом по фронту это более тысячи, вот и это указывает на то, что основная задача подрыва обороноспособности, вот как раз в этих точках, является решающей, потому что большая концентрация сил и средств противника, очень тяжелые бои, но это и очень мощные наши удары по этим сосредоточениям войск из живой силы, это наши уже практически мишени, если так проще сказать, которые мы можем уничтожать, ну просто более массово. Вот поэтому я считаю, что вот этот как раз блок очень важен сейчас для защиты и обороны. Мы создаем дополнительно инженерные сооружения, там многие критики говорили из Запада и наши, они не готовы, все идет по ходу, создают войсковые соединения раз, инженерные войска два, и далее линия обороны, это уже гражданские предприятия и дорожные управления, которые очень сейчас эффективно работают на создании стационарных укрепрайонов. Это не линии Суровикина, большие там десятки километров, это укрепрайоны по основным стратегическим направлениям, где мы предлагаем, чтобы от РАГ наступать, или перекрыть ему удобные коммуникационные направления, где могут двигать войска, живую силу и развивать свои наступательные операции. Вот третья составляющая, это, конечно, Купенск. Сейчас не так активно идут боевые действия, но идет потенциальное накопление войск. И враг рассматривает это направление как перспективу эстрадейского движения. Там даже больше войск, чем на Авдеевском, Бахманском и других направлениях, было до 100 тысяч по всему региону. Вот как раз Купенск, Сватова, Кременая, Лиман, вот такой большой фронт. Все, отрабатывается модель уничтожения и зачистки, как они говорят, Купенска. То есть это старая схема, как по другим городам, как Авдеевке, нанесить удары капами, другими очень мощными ракетными и бомбовыми ударами, вот уничтожать именно городскую инфраструктуру, для того, чтобы не было перспективно защищаться. Но мы сейчас держим на подступах в разных страдейских точках в этом секторе. И поэтому в данный момент не удается продвигаться в этой ситуации. Тем более мы отработали модель не только по живой силе техники, но и по уже авиации. Помним, что уже за буквально февраль уничтожили больше уже 16 самолетов противника, которые наносили удары возле Авдеевки, возле Купенской, сейчас предлагалось. Теперь так концентрировать большие ударные силы, воздух, земля, ракетные системы, не удается. Но постепенно идет накопление, обновляется состав, сейчас переброшено в самолетоводельское направление для того, чтобы развивать наступление. Мы владеем ситуацией, готовы к развитию наступательных операций и проведения своих и контрударов, и других действий по уничтожению противника. Конечно, Бахмут является для Путина как бы СМО, он пытается удержать. Оказано то, что это единственный город, где захватили в свое время российские войска с вагнеровцами. А теперь мы фактически с позицией Клещевки, Андреевки и других направлений Ивановска сейчас активно наносим удары по самому Бахмуту. Поэтому деблокировать, как они говорят, они пытаются сделать очень активно. Бросают дополнительные силы и сложные застосовывают КАБы. Туда перебросили часть вагнеровцев и, конечно, попытка деблокировать в это направление, особенно захватив часы в Ярд, для того, чтобы иметь более удобные оперативные позиции. Ну и пытаться нас подвинуть из Клещевки и Андреевки, там, где мы имеем очень выгодные оперативные позиции по нанесению ударов по Бахмуту. Конечно, следующее направление это юг, это Работино. Так как мы все-таки с позицией уже завоеванных там прошедшие именинные поля и укрепрайоны наносим удары по логистике. Это логистика, которая снабжает российские войска запорожской группировке. Поэтому хотят отодвинуть нас дальше и двигаться по запорожскому направлению. Силы средств не хватает, хотя отдельные ударные группы там есть. Заходили они в Работино и как раз пригород, наши войска отдавали им отпор. Наносили очень большие потери. И вся стратегическая операция, которую они предполагали дальше двигаться, и Работино, и Вербовое, и прямо направление на Запорожье, практически не удается. Хотя удары проводятся системно. Ну и, конечно, это такой болезненный для противника очаг, там, где мы завоевали позиции. Это Херсонская область. Это как раз тот момент, где Путин неоднократно уже рапортовал всем по средствам массовой информации, что наши морские пехотинцы на Херсонской области, на Левом берегу, уже практически нейтрализованы. Мы не только там стоим, но проводим очень мощные операции с активным маневрированием, поддержкой справа берега и с катерами. Мы буквально вчера беседовали с бойцами и командирами, особенно это направление. Они не только держат позиции, они пополняют свои возможности. И, я думаю, будет более активное противодействие даже превышающим силам и дивизии ВД, и другим войскам, которые находятся возле Крымок и далее. Вот касательно того, что пополняют свои возможности российские войска, вот российская армия после тактического отхода украинских войск из Авдеевки сосредоточила внимание на трех участках фронтов на Бахмутском направлении. Это Богдановка, Ивановская и Клещевские высоты. И в последние дни военные Российской Федерации усилили там нанесение ударов. Об этом рассказал Денис Нагорный, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубежноцгвардии Украины. Давайте услышим и потом еще обсудим. Россия в разы увеличила применение артиллерии и высокоточных боеприпасов, известных как снаряд «Краснополь», а также беспилотников. Когда есть солнышко, в небо поднимаются рои FPV-дронов, дронов аэроразведки, и это усложняет ситуацию. РФ ставит целью выйти на границы линии «Северский Донец» – Донбасс с последующим захватом города Часов-Яр. Российская армия надеется взять под контроль логистические узлы. Для этого они привлекают к атакам хорошо подготовленные штурмовые группы воздушно-десантных войск. Денис Нагорный, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубежноцгвардии Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». К примеру, на южном направлении начальница Объединенного координационного пресс-центра силы обороны Юга Наталья Гуменюк не раз говорила о том, что там враг уже поубавил пыл касательно тяжелой техники, потому что очень активно ее теряют. А как вы бы охарактеризовали, где больше всего изменила, возможно, тактику российская армия? Какие задействуют свои ресурсы? Вот мы видим на Бахмутском направлении это беспилотники, на юге уже немножко меньше техники тяжелой. А где еще? Что изменилось, по вашему мнению? Ну, Россия сейчас пытается действовать по модели Авдеевка, где вот как раз решающий формат сыграли КАБы. Это беспилотники, это, конечно, артиллерийские ракетные системы и спецназы. Вот эта система сейчас задействуется по Бахмуту, Часовому Яру, для того, чтобы перекрыть правильно, говорит командир, логистический путь очень важный, и дальше развивает наступление уже по Донецкой области направление и Константиновка, и Краматорский, и перспективы Славянск. То есть это все три точки, которые являются целью противника. Но сначала он пытается решить тактические задачи на поле боя тоже Бахмута. Вот для этого, кроме тех сил, которые я сказал, конечно, задействуется авиация очень, так сказать, осторожно, но целево. То есть это в решающей атаке. Даже то, что пилоты, по некоторым нашим данным, отказываются уже вылетать, потому что сбивают. В любом случае, в решающий период, когда начинаются массированные ракетные удары, артиллерийские, ракетно-минометные удары, соответственно, задействоваться авиация, КАБы, задействоваться. В перспективе, в такие самые ожесточенные бои, когда они считают, что продвижение нужно организовать очень эффективное. Можете создать фосфорные бомбы, даже снаряды с химическим наполнением, например, раздражающие действия в Хлопе Крин, для того, чтобы нейтрализовать наших военнослужащих на определенное время. Вот это еще не прямая химическая атака, но она очень эффективно действует непосредственно на военных. Если не имеется противогазов на месте, это как бы выключает на определенное время их боеспособность. Поэтому разные темы, тем более тактика ведения военной в городских условиях. То есть это кроме нанесения ударов системных, комбинированных, с продвижением войск одних систем, это строевые части или наемники, которых не жалко. Дальше заход спецназовцы за ними, уже проработав огневые точки наших бойцов, уточнив периметры, и они уже корректируют свою деятельность, как захватывать поэтапно каждый или населенный пункт, или если конкретно в населенном пункте дом, укрепление района и тому подобное. То есть попытка именно срабатывать профессионально и нейтрализовать наши огневые точки. Ну это уже конкретно так. И мы это все освоили, мы знаем эти все элементы. Единственное то, что при массовом применении, это приходится нам делать в очень тяжелых боевых условиях. Конечно, мы применяем также различные средства, более точный объем, чем они, но имеем ограничения боеприпасов, в первую очередь в артиллерийских, ракетных, ну конечно, и более мощных, как мы говорим, Каймерсах, М-270, например, ну Насенсы, если мы так говорим, ниже, или другие средства, потому что союзники по ряду направлений, конечно, не доработали по тем контрактам, по запросам, которые были. Сейчас только мы поднимаем этот вопрос, и правильная позиция была президента Чехии по созданию коалиции боеприпасов. Она сейчас поддержана и практически реализуется в полном объеме. И даже уже деньги собраны. Но это немножко другая тема. Еще хотелось, знаете, что узнать, Николай Григорьевич, ваше мнение. Что бы это значило, вот как сообщает телеграм-канал Белорусский Гайон, была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Минской области, но причем отмечается, что комплекс находится на вооружении 465-й ракетной бригады, которая дислоцируется в Осиповичах. Но при этом Министерство Беларуси со своей стороны не сообщало проведение учений 465-й ракетной бригады. То есть «Искандеры» не для учения. А для чего, по вашему мнению, есть ли какая-то угроза, опять-таки, с севера для Украины? Ну, в первую очередь, мы говорим о «Искандерах». Это, конечно, ударная сила, которая сейчас используется, часто по Одессе. Такой же был удар. Мы видим, что как раз такая система задействуется в разных сейчас точках, именно по всей Украине, то есть у нас позиции России, оккупированных территорий. И, конечно, это создание как бы такого потенциального центра несения ударов с Белоруссией. Они там размещают, как заявили, и тактическое ядерное вооружение, и «Искандеры» уже об этом Лукашенко говорил. То есть это не учения, это просто подготовка к различным сценариям ведения боевых действий. Но Лукашенко всегда эксплуатирует тему, что мы вот собираемся наступать. Польша тоже, то есть их страны НАТО, поэтому он усилит именно позиции. И появление «Искандера», это еще раз настораживает нас, что действительно, это могут быть пуски. Хотя Лукашенко сейчас в большинстве случаев воздерживается вот таких действий, боится ответных действий о перспективе ответственности. Но Россия жмет, она ставит вопрос, чтобы размещались такие активные средства именно баллистической или крылатой ракеты. И он это делает, поэтому мы фиксировали. Это, с одной стороны, угроза, а с другой стороны, это наша мишень, где мы также будем ориентироваться для несения ударов в случае разворачивания там полным форматом. То есть без карна, как мы говорим, это не пройдет. Мы в любом случае, получая разведданные, конкретные координаты, будем или уничтожать, или будем потенциально держать под контролем такие системы. Николай Григорьевич, в заключении хочу спросить вас о решении Международного уголовного суда в ГАГе, который выдал ордера на арест двух военачальников Российской Федерации. Ну и через полчаса у нас отдельная тема будет, но хотелось и ваше мнение. Итак, ордер выдан на генерал-лейтенанта командующего дальней авиации Сергей Кобылаш, кстати, уроженец Одессы, и также адмирал Виктор Николаевич Соколов, командующий Черноморским флотом. Насколько вообще это... Мне кажется, Николай Григорьевич, такого не было, разве что, может быть, военачальники армии Милошевича были под ордером и под арестом. А вот как вы оцениваете это решение? Почему оно важное? Следует ли остальным генералам, или, может, не только генералам и адмиралам, бояться в России таких решений ГАГи? Тут, в первую очередь, то, что именно Международный суд, не только суды Украины, и правоохранительные органы возбуждают дела, что это правомерно, и это обязательно должно быть. А то, что уже Международная юрисдикция четко квалифицирует действия военных, военачальников, как преступления. Преступления введения военные, соответственно, преступления против человечества, преступления, связанные, возможно, с геноцидом, вот и конкретное убийство, конкретно и на поле боя, и гражданских мирных жителей. Поэтому, привязанных к конкретным ударам, фактам, это не вообще в целом, что они ответственны за это направление. Они давали команды, они, соответственно, контролировали, они знали о последствиях, и эти последствия были тяжелейшие для граждан Украины, и для конкретных граждан, которые погибли, или поранены, или уничтожена инфраструктура. Поэтому это указывает на то, что стратегически Международное сообщество и Международная юрисдикция, и Международный суд, ГАГи и другие уже суды, уже четко квалифицируют действия военных, высших военачальников, как преступления. Это, с одной стороны, механизм ответственности расследования, а, с другой стороны, предупреждение всех военачальников, включая высшее и политическое руководство, что именно будут отвечать в соответствии с Международного права за совершение тех, чайших преступлений. Такой же формат, как мы говорим, санкции в отношении Путина, но этот суд должен принять в отношении него. Даже по всем темам, потому что стратегически и организационно, если мы рассматриваем в целом, кто проводит агрессию, это высшее руководство России на 8-го главе с президентом России, вот его, так сказать, высший совет, это совет безопасности и обороны, это, конечно, военные командующие, которые непосредственно и руководят, и исполняют эти указания. То есть это целая, организованная, такая преступная деятельность, но с тратегического уровня. Поэтому Международный суд дает стратегическую оценку, но и конкретику по конкретным военнослужащим, а тем более генералам, которые являются решающим звеном для нанесения стратегических ударов и проведения акций террора. Спасибо, Николай Григорьевич. Надеемся, что все до рядовых мичманов и прапорщиков все понесут наказание, не только генералы, не только адмиралы, все, кто принимал участие в военных преступлениях, совершенных оккупационными силами России на территории Украины. Спасибо, Николай Григорьевич, хорошего дня. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в прошлом, был гостем этой части.